Отдельно подобрали сорта, гибриды, которые выращиваются в том или ином регионе, в тех или иных странах. То, что характерно для потребления, например, томат голландский, амстель мы его назвали. В Голландии традиционно любят томаты кластерного типа, небольшие, 80-90 грамм, кистевые, ровные, круглые, гладкие. И, пожалуйста, томат амстель, полностью соответствующий тому, что выращивают в Голландии, что любят кушать в Голландии. На голлапагосах совершенно другой томат. Томат голлапагосский, так и назвали голлапагос. Это вишня, томат черри, небольшое яйцо, массой 35 грамм, собран в кисть, очень сладкий, очень вкусный, ярко-красный. Скорее даже такого десертного направления томат, не как овощ, а скорее даже как фрукт. Последние несколько лет придерживаемся в подаче ассортимента, который действительно очень большой, это более 2500 сортов и гибридов, такого серийного подхода. С чем связано? Потому что человек, например, купил томат голлапагос, ему понравилось, он запомнил, как выглядит серия, и уже спрашивает, именно в рамках этой серии, или уже сам подходит, покупает целиком серию. То есть попробовав одно, есть шанс, что человек купит серию, если ему понравится, а оно понравится. А вот тогда предвидя вопросы наших садоводов, а если этот томат растет где-нибудь в Голландии или на голлапагосах, а зачем его растить у нас? Он будет ли расти? Традиционный вопрос. Часто задают, многие не поняли, а почему эта серия именно так выглядит, и что это выращивается именно там, или это оттуда привезено. Это не так, это сорта и гибриды, которые выведены, которые выращиваются, семеноводство большинства из которых ведется в России, пригодно для выращивания во всех регионах России, немножко в разных условиях. Если это юг, то это больше открытый грунт, если это север, это восток, средняя полоса, это либо пленка, либо теплицы, либо тот же открытый грунт, короткое жаркое лето, позволяет вырастить в том числе и томаты в открытом грунте.